Я вас снова всех приветствую, дорогие друзья! Сегодня мы проиграем на провинции первый сервер. Вообще, наверное, полгода сюда не заходил, и за эти полгода, не знаю пока, посмотрим, что у нас вообще изменилось. Улучшился ли сервер, или наоборот, ухудшился. Но я как вижу, вообще, на сервере появилась зима, то есть можно, по сути, включить снег снов, по-моему, один что ли, да? Да, можно включить снег, можно убрать этот снег снов в ноль. Так, ну это, в принципе, все старое. Смотрю, скины девушек каких-то, слушай, что за буряточка такая интересная, ну-ка, стой, иди сюда. Скины появились зимние, да, я так вижу, но не все, получается, изменены. Вот это то, что на мне скин, он остался еще со старой версии, так скажем, да, игры и так далее. Так, что еще у меня изменилось? Слушайте, смотрите, у меня появился 25 уровень, я не знаю, почему такое происходит вообще. Хотя максимальный уровень вроде был как 10, и хотя я посмотрел на вокзале, который... У чувака, который, типа, информация, да, стоечка. Здесь выберите уровень максимальный 10, да, и выбор там работ ничего пока не изменилось, да, ни в Жуковском, ни в Приволжске пока что ничего нет. Так, с того момента, по-моему, у меня дом слился, а, я его все вспомнил, я его отдал, отдал парнишке, да, этот свой дом, и, по сути, у меня ничего не осталось. Мне нужно, по сути, сейчас найти банк. Банк далеко-недалеко? А, банк недалеко, в принципе, если сейчас пробежать до Тудова, и можно будет посмотреть, сколько у меня на счету осталось денежек. Ну, и походить, пошататься по городу, и посмотреть, что еще у нас нового и интересного появилось. Друзья, мы добрались до банка. У банка прям народу, смотрю, тоже прям очень много. Так катаются троллейбусы, или трамвай, что это такое? Хе-хе-хе, сейчас бы в 2К19 не знать, что такое троллейбус или трамвай. Так, тут, смотрите, тачки все заснижены, а как это смотрится, что-то не знаю, и при езде, интересно, убирается ли снег, как-то падает, тоже пока неизвестно. И причем, при том, при всем то, что все машины в снегу. Ну, такое себе, если честно. Что-то школьники что-то хотят. Так, дальше, 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 все тачки в снегу, он вообще на крыше снег, ну, в принципе. Но смотрится, конечно, атмосферно, типа зима, все дела, но, блин, ну, как-то, мне кажется, оно может быть и надоедать будет, если постоянно вот это вот фигня. Вот кабанчик стоит красный, тоже весь в снегу, что-то как-то хз вообще. Так, короче, пойдем в банк, зайдем. Что-то мотоциклы продают. Так, вот мы в банке, пока ничего не изменилось. В банке, ну, нормально, нормально, нормально. 11 лямов. Так, штрафы есть, штрафов нету. Денежные операции нету, ЖКХ тоже нету. Мобильная связь могу на телефон положить. Так, ну, в принципе, ничего не изменилось. У меня остыли же 11 миллионов в банке. Работа инкассаторов все так же работает, да. Хотя, что я говорю, ничего пока не изменилось, в принципе. Пойдем смотреть дальше, что еще. В общем, решил направиться на АТП, посмотреть вообще, как ведет себя автомобиль. Например, работа автобусника, изменились ли цены, изменилось ли, например, вот, если ехать по заснеженной дороге, да, изменилось ли как-то поведение автомобиля по заснеженной дороге, или что-то физика, может, какая-то появилась и прочее-прочее. Менты, он ездит, а почему-то один в патруле, интересно, почему. Мне прикал, это вот эти вот сугробы такие, типа, дорогу почистили и остались сугробы. Я не помню, в прошлых версиях, в прошлом году, было ли такое. Может, это все со старых перенесено и просто дополнено, да, дополнено, немножко что-то переделано и так далее. Так, смогу ли я устроиться? Вот, едет, не видит людей вообще просто. Дурачок. Так, мы подошли к АТП, к АТП, я надеюсь, мы сможем устроиться. Мы зашли, так, частные маршруты нам не нужны. Где-то, 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 вот, водитель автобуса устроится. Устроились, так. Так, и где-то должен быть вход в теплый гараж, вон, вижу, да. И там можно будет выбрать маршрут. Ну-ка. Ну, автобусы, по-моему, те же самые, только, то ли, окрас изменили, да, 17 лет в момент у покорителя космоса. А, покорителем космоса, мирный город космос. Понятно. А, Волгобус. Так, а еще что есть? Муниципальный. Муниципальный. А что они все синие такие? Непонятно. И вон белые какие-то стоят. А, ну, это тоже, тоже старые автобусы, Scania. И вот эти вот еще, по-моему, советские, да, автобусы. Я не знаю, как у них название какое. Тоже муниципальный, мирный. Давайте, короче, возьмем Волгобус. Потому что он мне больше всего понравился. Он более современный. И как-то не особо хочется на старом автобусе кататься по, типа, современному, мирному. Думаю, это что-то, типа, там, в таком районе. Так, маршруты. Какой маршрут вообще взять? Автостанция, ТРК, Сити, Парк, Град, Аэродром, Лаб. Стадион, Арена, Мирный, 90 маршрут, ЖД, вокзал, Шахта. Шахта? Не помню про Шахту. ТРК, Сити, Парк, Град. Блин, я не помню, не помню, куда, какие маршруты вообще идут. Давай посмотрим Стадион, Арена, Мирный или Аэродром. Короче, давайте Аэродром возьмем. Вроде Аэродром взяли, да. Так, на двоечку у нас тут, получается, открываются двери. На Л. Фары, блин, все забыл, конечно. Так, пристегнем ремни безопасности. Ремни безопасности, так. Поворотники у нас. Ага. Так, я понял, работают. Так, а где выход? Вот он. То ли звуки изменились автобуса, то ли я понять не могу. Или те же остались. Ребята, пишите в комментарии, все старое осталось. Или я что-то просто давно меня реально здесь не было. И я понять не могу, вроде звук изменился или нет. Так. Но дорога пока не скользкая. Я пока не вижу никакой физики. Вроде ее и, походу, и нету этой физики. Зимней дороги, так скажем. Так, вот мы подъехали. Интересно, сколько вообще за маршрут будут платить? Ну, явно экономику, скорее всего, не пофиксили. Так, откройте дверь. Блядь, штраф еще взяли. Печально. Дернулся, конечно, с места и взяли штраф. Тоже не очень хорошо, конечно. То есть, всякое бывает. Хотел автобус немножко поправить, чтобы он стоял прямо на точке. Но не получилось. Так, двери открыли. Двери закрыли. Ну. Так, а ну-ка, давай посмотрим от первого лица. От первого лица руль здесь вообще не крутится, я так вижу. От слова совсем. То есть, он как-то так. Хотя, на других... На других автомобилях... Я, по-моему, увидел, что физика руля тоже работает. Так, ну да. Ни о чем, конечно, вот этот вот руль. Так, давай дверь откроем. Что, сядет, не сядет? Дима. Он что-то пытался сказать? Не-не, не еду. А, нет, не еду. Блин, я все забываю, что на микрофон, короче... Давай-давай-давай, на желтый. Микрофон здесь на Z нажимается. Так же, как и завозится автомобиль. То есть, немножко неудобно. Надо будет, если такая есть возможность, будет поменять вообще вот это все дело. До какого аэродрома-то мы едем? Я так и не понял. По-моему, ну точно не вот этот вот городской или как он там. Откуда рейсы совершать? Может, учебный какой-то? Нет. А, я думаю, мы заезжать будем через ЖД вокзал. Странно. Ну, город сам по себе вроде как живой. То есть, в 12 часов ночи, ну, так скажем, 10 по Москве. И город живет. Вроде как катаются люди. То есть, провинция пока что не упала вроде как. Вроде все стабильно. Ну, посмотрим. Один минус только в этой провинции. Только в том, что этот сервер тупо гринделка. То есть, ничего интересного. РП, как таково, я здесь не вижу. Не понял. А где остальные вагоны? Остальные точнее. А че, половинка только едет? Или у меня не прогрузилось? Вот, короче. Простой гринд-проект, который тупо людей заставляет фармить деньги. Покупать себе дорогие тачки. Копить там, не знаю. Вообще, как говорили разработчики, что это транспортный проект. То есть, в чем транспортный проект? Ну, я понимаю, конечно, что можно кататься на паровозе. Там, да, можно кататься на автобусах. Ну, блин. Я и в другой игре могу, там, например, бус-симулятор, да, зайти и покататься там на автобусах и прочее. Например, на дальнобойщиках я могу ЕТС-ку скачать. Там больше физика с кабины, да, расстояния огромные и прочее, 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 прочее. Например, там, ну, тот же, да, поезд, поезда, там, могу скачать этот трейн-симворлд или как он там называется, трейн-симулятор. То есть, тоже побольше функционала будет. Так, красный свет. Вот, вот, ну, типичная провинция просто. Что ты, блядь, делаешь? Ну, вот как вот-вот? Пострадали сейчас, получается, я и дальнобойщик, который вез груз. И самое классное сейчас бы было бы эпично. Сейчас бы нам еще за это бан дали. А этот типуля бы дальше так и ехал. Он, ЕПП, ой, ё-моё. Все, все. Это первый сервер просто, первый сервер. Ничего удивительного, так, по помехе справа мы его пропускаем. Вроде никого нету. Это первый сервер, детка. Это просто по полям катаются, по встречечке, прям, превышают скорость. Провоцируют на ДТП. Ну, в общем, с этим вообще, в принципе, ничего не изменилось. Девятнадцатый год, он там тоже какой-то движ стоит. Что происходит вообще? Массовое ДТП. Может быть. РПшку хоть отыграют. Вот первая РПшка, которая мне попалась буквально за 20-15 минут. Единственное. Ой, ё-моё. Да, 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 да. Я смотрю, заносят машины. То есть, там какая-то дичь происходит. В принципе, при большой скорости вас может занести, значит, физика. Заснеженные дороги действуют, что, типа, скользко. Блин, проехали. Блин, а как понять, что тут дорога? Она едва видна здесь. Так, давай-ка аккуратненько назад заедем. Ну-ка. А ну да, она вроде как бы есть. Это дорога на следов. Следов я не вижу. То есть, просто белая текстура. Ни следов от машин, ничего нету. Ну, хотя это мелочи, конечно. Ужасные мелочи. То есть, до этого докапываться, я думаю, смысла не вижу вообще. То есть, как бы... Это бред. Да в смысле раньше времени? Это что за прикол такой? Я тут столько уже штрафов получил, что мама, не горюй. Что уж совсем... Ничего не получу в конце рейса. И... Смысл от этой работы сразу теряется. Немножко как-то непонятно так. Пропускаем. Едем обратно. Сейчас посмотрим, что там случилось. Кого там занесло. Вот тоже вот лихачей. Тут полный сервер. Врезаются. Сами себя же... Подрезают, так скажем, да. И... Таранят. Машины там, не знаю. Разрушают. В общем, всякую дичь исполнять. Хотя вот тут какой-то прям реально движ паришь. Вроде какой-то типа ДТП. Вызвали скорую. Вызвали сотрудников ДПС. Полицию там, да. Ну, вот это молодцы. Редко, конечно, такое увидишь. Раз, два, три, четыре за сервер. Да, за первый сервер. Хотя на сервере сейчас сколько? 650 человек онлайна. То есть... Онлайн очень большой. Он лихач тоже по заснеженной дороге. За сотку гоняет. Вообще жесткий тип, конечно. Ну, вот как-то так. Эй, а я чё? Второй круг делаю. Я не хочу второй круг. Давай-ка сейчас мы здесь развернёмся. Здесь развернёмся. Оставим грузовичок, точнее автобус в АТП. И уже пойдём посмотрим, наверное, эти автосалон. Посмотрим, изменились ли цены. И что я могу приобрести новое. Так. Вы закончили работу водителем автобуса. И я получил... Да! Как я и говорил, я рубля 3-3,5 получу за свои вот косяки. Конечно, не очень хорошо. Ну, что поделать? Что поделать? Мои косяки. Ну, а так, в среднем, я бы где-то получил, наверное, за рейс вот этот вот 5-6 тысяч, скорее всего. Ну, где-то, может, около 7. В общем, ребята, я сейчас добегу до автосалона. И мы посмотрим цены. Так, ребята, мы добежали до салона, до автосалона. Мир авто. Сейчас посмотрим, что здесь вообще за класс автомобилей продаётся. О, слушай, тут ещё и открытый интерьер. Я не помню, был ли я в таком интерьере, или я не был. Но это очень круто выглядит. Сидит менеджер, да? Выключенный монитор, типа, работает. Так, что тут у нас интересного? Автомобили начинаются от 450 тысяч баксов. Слушай, смотри, какой интересный байк. Вообще, классно выглядит. Это этот как его? Питбайк, что ли, да? БМВ 525 серии, Е34-ка. А ничего, все в снегу-то в салоне продаются, я понять не могу. А 590 тысяч, в принципе, не так дорого стоит. Ближе, так скажем, к реальным ценам. Я не помню, какого года, кстати, Е34-ка. По-моему, она старенькая. Toyota Chaser, Tourer 5, так скажем, 785 тысяч. Что чувство, когда Toyota дороже БМВ 525 серии, Е34-ка. Так, Toyota Supra MK4, 850 тысяч. Yamaha байк. Слушай, байки тут вообще классно сделаны. Mazda X8, Evolution 7 или какой-то, 7 или 6, это вообще не помню. По-моему, 7 что ли, или 9. Я не особо римские числа знаю. Так, Nissan Skyline GTR 34. А че они все в снегу? Так, и все однотипные просто. Evolution X, Ducati. Слушайте, байков побольше появилось. BMW E60. 2 миллиона 300 тысяч. M3, E92, M6. То есть, то че-то, по-моему, цены другие стали. Или я ошибаюсь. Блин, капец. Можно еще тест-драйв, да, провести. Шеврилет Камара. Mercedes-Benz. Вот этот классный Мерс, конечно. Очень классный. Ford Mustang. Понятно. Ух ты. Mercedes-Benz GLS 63 AMG. 10 миллионов. Слушай, прикольно выглядит. Porsche Cayenne Turbo. Ferrari 4. А че? А че так Ferrari стало дешево? Я помню... Ну-ка, 12 миллионов, 120 тысяч. Так я могу Ferrari себе, по сути, купить. Tesla Model S. Слушай, Tesla. А давай-ка мы сейчас... Подожди, Bugatti Chiron. Ferrari LaFerrari. Lamborghini Aventador. Lamborghini Urus. Huracan. А давайте посмотрим Tesla. Tesla Test Drive. Я могу? 20 тысяч рублей? Да вы че, дураки что ли? Столько... Столько стоит. Режим просмотра. А ну-ка, давай-ка. Вот-вот, блин, вот этот снег вообще все портит, ребята. На самом деле, вот... Блин, вот капец. Где Tesla? Режим просмотра. Вот так выглядит Tesla. Ну-ка, двери. Капот, багажник. У них типа... О! Нифига прикол вообще. Багаж пустой. Багажник типа спереди. А кстати, а сзади у них че? А где у него, например... В Tesla... Что-то типа там электродвигателя. Где он вообще стоит? Те электробатареи, куда они ставятся, тоже непонятно. Так, цвет можно выбрать любой, в принципе. Ну, совсем белый не очень выглядит, конечно. Блин, голубая Tesla жесть. Зеленая. Самое че прикол, что сразу же меняется цвет кресел. То есть, тоже не очень хорошо. Ну, в принципе, как-то так. А стой, свет, свет, давай свет. Свет весь работает. А когда... Ага, я понял. Они слишком все заптимизировали. И вот эти датчики просто фотографии наклеили. Ну-ка. Приборная панелька не особо работает. Так скажем, вообще в принципе не работает. А интересно, а руль крутится или руль они тоже оптимизировали, и он вообще ничего не крутится. Ой, не то. Ну, как-то так. Так, в общем, цены, я скажу так, вроде как изменились, потому что я еще ни разу не видел. Феррари 458, Италия за 12 лямов. Порш Каен за 10 лямов я уж точно не видел. Ну, в общем, немножко что-то с колесами у них баги, не знаю. Ну, может быть, как-нибудь я ее куплю, но это уж не точно. Ну, Бугатти Чирон, так, 91 миллион или 9 лямов, 100... 91 лямов, охуеть, офигеть просто. Это очень дорого. Вот это вообще 77 миллионов, это просто дичь. Это жесть просто. Просто, просто. Как-то так, ребята. А ну-ка, сколько стоит, например, тест-драйв Ямахи? О, тест-драйв Ямахи за нору рублей. У вас 10 минут. Ой-ой-ой. Короче, тест-драйв дается на время. Внешний вид байка, в принципе, неплохо. Номера я тоже не понял. Как-как-как это? Как это? 2Т, ЕЦ, 77. Немножко не понимаю. Я еще ни разу, кстати говоря, не видел номера на питбайке. Ну, по управляемости я не скажу, что идеально. То есть, ну, такое себе. Ну, не, не мое. Байк, вот этот байк точно не мой. То есть, ну, ну, как, как-то... Бе. Я уж лучше машину. В общем, такая вот у нас получилась серия, ребята. Пишите в комментарии, что вы думаете по первому серверу. Стоит ли играть, продолжать играть дальше на провинции? Стоит ли зарабатывать деньги на крутую тачку себе? В общем, пишите это все в комментариях. Ну, а если все вам понравилось, ставьте просто палец вверх. Ну, и до следующей серии, ребята. Всем пока-пока.